Всем привет, меня зовут Барышан, я учитель биологии. Мы продолжаем разговор о том, как кислород транспортируется по нашему организму и где он может накапливаться. Как помните, здесь участвуют два типа белковых молекул, это гемоглобин и миоглобин. Теперь задача гемоглобина набрать кислород там, где его много, когда кровь проходит через легкие и отдать там, где его мало, когда кровь проходит через ткани. Соответственно, у гемоглобина должно быть хорошее свойство как принимать, так и отдавать. Если, например, гемоглобин не мог бы отдавать кислород, его эффективность переноса была бы достаточно низкая. Теперь получается, в строении гемоглобина, как помните, имеется 4 субъединицы, и у этих субъединиц имеется 2 состояния. Когда они находятся в состоянии гемоглобина, то есть без кислорода, это называется напряженное состояние или состояние T, то есть от слова tense на английском. Когда одна из 4 субъединиц связывается с кислородом, она переходит в состояние R. Это одна из четырех. И изменение строения происходит, то есть от этой субъединицы, которая влияет на изменение строения всех остальных. Тем самым остальные 3 субъединицы получают большую способность к связыванию кислорода. То есть то, что мы называем афинностью. И получается, здесь уже полностью все 4 субъединицы друг за другом переходят в R состояние. То есть это relaxed, как бы расслабленное состояние. То есть в данном ситуации уже они, получается, связаны с кислородом. То есть, получается, вот эти 4 субъединицы, они действуют друг на друга. То есть и захват одной субъединицы кислорода способствует захвату кислорода другими субъединицами. Это свойство мы называем кооперативностью. То же самое происходит, когда одна субъединица теряет кислород, когда проходит через ткани. То есть там, где кислорода мало. И получается, возврат из R состояния в T состояние способствует освобождению кислорода от остальных субъединиц. То есть таким образом, именно 4 субъединичное строение гемоглобина способствует вот такой вот эффективному захвату кислорода. То есть набору всех вот этих 4 молекул кислорода, либо же его освобождению в тех местах, там где это надо. То есть если мы это покажем на графике, то есть уровня насыщения гемоглобина кислородом, то есть сколько молекул гемоглобина находится в связанном с кислородом состоянии, либо же освобождает этот кислород, на парциальное давление. То есть по факту концентрацию кислорода, то есть так как это газ, мы его выражаем в давлении миллиметров ртутного столба. Соответственно, то есть получается там, где давление высокое, то есть там, где кислорода много, когда кровь проходит через легкие, то есть насыщение гемоглобина очень высокое. То есть здесь у нас, например, скажем, это легкие. А вот когда получается кровь проходит через ткани, там кислорода будет мало, то есть ткани тела. Соответственно, как видите, получается зеленый график показывает именно активность гемоглобина А, то есть основного типа гемоглобина в организме человека после рождения. То есть получается, как видите, насыщение происходит до 100% достаточно быстро в легких. Когда у нас уже концентрация кислорода падает, мы видим здесь резкий переход. То есть, как видите, эта кривая имеет S-образную сегмоидную форму. И получается вот здесь как раз вот этот переход набора, либо же освобождение в зависимости от того, как концентрация кислорода меняется, как раз это выражает вот эта кооперативность. То есть получается гемоглобин очень легко набирает кислород и отдает в зависимости от того, сколько кислорода имеется в окружающей среде. А вот другой тип белка, который запасает кислород, миоглобин. То есть это у нас уже красный график, видите, график в виде гиперболы. Как видите, уровень насыщения миоглобина кислородом даже при низкой концентрации кислорода достаточно высокий. Только в ситуациях, когда уровень концентрации кислорода очень низко, то есть наступает кислородное голодание. А именно в скелетных мышцах, когда они проходят через активные физические действия, кислород очень быстро заканчивается, заканчивается запасом глюкозы, гликогена. Миоглобин только в тех ситуациях будет высвобождать свой кислород. Тем самым, то есть получается, этот резерв кислорода в мышцах используется только тогда, когда он нужен. Когда кислорода достаточно, то есть кровь обеспечивает при такой слабой активности миоглобин, он свой кислород не отдает. То есть, как видите, у миоглобина способность связывания кислорода намного выше, чем у гемоглобина. То есть это позволяет миоглобину забирать кислород, когда кровь проходит через мышцы, то есть тем самым создавая этот запас. А вот получается у гемоглобина афинос, она ниже, потому что его задача состоит в том, что он должен транспортировать и отдавать тем тканям, там где этот кислород нужен. Помимо основного типа, то есть взрослого гемоглобина, у нас в плотном периоде развития, внутриутробного развития, имеется фитальный гемоглобин, который здесь показан на графике желтой линии. То есть тоже сигмообразная кривая, но, как видите, она сдвинута влево. То есть у фитального гемоглобина сродство кислорода выше, чем у взрослого. Это необходимо для того, чтобы, так как плод находится в утробе матери, там нет воздуха, легкие не активны, кислород поступает только через плаценту, то есть из крови матери. Соответственно, фитальный гемоглобин должен забрать этот кислород у гемоглобина матери, и поэтому у него имеется более высокое сродство, тем самым обеспечивая достаточное снабжение кислородом, то есть именно плода, когда он находится в утробе матери. Также на способность гемоглобина связывать кислород или отдавать также влияет химическое состояние, то есть внешняя среда. Например, скажем, уровень углекислого газа. То есть в тканях, которые активны, вырабатывается углекислый газ, то есть как продукт клеточного дыхания. И углекислый газ вместе с водой формирует, то есть получается карбонильную кислоту, которая распадается на протоны водорода и бикарбонат. То есть получается при высокой концентрации углекислого газа в водной среде, то есть, например, скажем, в крови, повышается концентрация свободных протонов водорода. То есть среда становится кислая, и как раз кислая среда влияет на строение гемоглобина таким образом, что он начинает больше отдавать кислорода. То есть при повышении кислотности, то есть получается в более кислой среде, кривая диссоциация сдвигается вправо. Тем самым, то есть получается, когда гемоглобин проходит через ткани, где много углекислого газа, гемоглобин больше отдает кислорода, тем самым позволяя этим тканям получать этот кислород и нормально функционировать. Также температура влияет, то есть, как мы сказали, pH. Некоторые органические вещества, например, 2-глицерофосфат, то есть специальное такое сахароподобное вещество, то есть тоже может связаться с гемоглобином и влиять на его уровень связывания. То есть имеются специальные механизмы регуляции обеспечения эффективной функции гемоглобина, чтобы он мог транспортировать кислород из легких в ткани. Сегодня мы с вами поговорили о способности гемоглобина транспортировать кислород, то есть каким образом это происходит, какая специфика имеется, какие условия могут влиять. Как другой вид гемоглобина, то есть фитальный, имеет большее сродство кислороду, чем взрослый. И рассмотрели, как работает миоглобин, то есть как он может связаться и в каких условиях он будет отдавать кислород. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь до следующего видеоурока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok